МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Архангельске из Салихарда прибыл уникальный экспонант. Мамонтенку Любе 42 тысячи лет, хотя ее биологический возраст всего месяц. Детеныша нашел в 2007 году оленевод Юрий Худий на полуострове Ямал, а имя мамонтенок получила в честь жены оленевода. Любу можно будет увидеть с 1 апреля в Музее художественного освоения Арктики имени Борисова. Ученые предполагают, что он провалился сквозь тонкий лед, опросился на иллистое дно, захлебнулся этим илом, и затем он попал в такую среду, где были кисломолочные бактерии, которые хранили его первое время. То есть он не разлагался благодаря этим бактериям. А дальше уже свое взяло многолетние мерзлота. Завтра в Архангельске накануне Арктического форума состоится уборка главных площадок его проведения. Основные усилия городские чиновники собираются сосредоточить на расчистке и вывозе снега, а также ликвидации несанкционированной рекламы. Администрация областного центра призывает всех неравнодушных горожан присоединиться к общественной акции. Субботник будет проводиться на набережной Северной Двины, это в районе Северно-морского музея, драм-театр, центр притяжения событий форума и район Софу. Кроме этого, часть работ будет проводиться по уборке несанкционированной рекламы вдоль по улице, по проспекту Ломоносова и проспекту Советских космонавтов. Двое детей погибли при пожаре в Лешуконском районе. Трагедия произошла в деревне Березник. По предварительной информации, жительница деревни ушла на работу, оставив дома четырехлетнего сына и трехлетнюю дочь. Через полчаса отчим детей пришел домой, но не смог попасть в дом из-за сильного задымления. Попав в постройку через окно, мужчина обнаружил ребят, но те уже не подавали признаков жизни. Оба ребенка погибли от отравления дымом. Сейчас рассматриваются две версии пожара. Несоблюдение безопасности при эксплуатации печи и детская шалость. Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло на автодороге Архангельск-Новодвинск-Холмогоры. На трассе поздно ночью лоб в лоб столкнулись Влада Приора и ВАЗ-2114. Водители обеих машин скончались на месте. Их личности установлены. Пострадавших и тела погибших деблокировали спасатели при помощи специального инструмента. Обстоятельства ДТП выясняются. Депутат Госдумы Елена Вторыгина и детский омбудсмен региона Ольга Смирнова проведут горячую линию по защите прав детей. Она состоится 27 марта. Вопросы можно задать с 10 до 11 часов 30 минут по телефонам, указанным на экране. Сегодня на лыжном стадионе в Малых Карелах начались соревнования по спортивному ориентированию. Проходят они в рамках 51-х Беломорских игр. Более 200 участников вооружились картой и компасом, чтобы отыскать на дистанции контрольные пункты и быстрее всех прийти к финишу. Бороться за медали в этой дисциплине спортсмены будут три дня. Спортсмены приехали практически со всего северо-запада. Москва, Питер, Коми, Карелия. Очень много с Нижнего Новгорода. В этот раз приехало около 15 мастеров спорта, более 20 кандидатов. Сегодня в Хабаровске прошел полуфинальный матч чемпионата России по хоккею с мячом между Архангельским водником и Иркутской Байкал-Энергией. Счет во встрече открыл капитан водника Евгений Дергаев, но эта атака ворот соперника стала единственно успешной. Итог матча 1-4 в пользу Байкал-Энергии. Завтра наша команда проведет матч за третье место чемпионата страны. Соперник принципиальный. Красноярский эмиссий. Завтра в Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов днем местами пройдут осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2,7. Днем от минус 1 до плюс 4 градусов. Тип погоды второй благоприятный. В выходные дни погода практически не изменится. Редактор субтитров А.Семкин